Баскетбольное чудо Помню эти матчи, потому что они забирали у нас лед Я не любил команду Урал Грейт, скажу честно Но это было неосознанно, получается Я не следил за баскетболом Я не знал просто, что из-за баскетбола у нас забирают лед Может, сейчас так же нас не любят и местные воспитанники И то, что мы не забираем лед И все, что я помню И на матче Урал Грейта я был один в два раза Но мне очень понравилось Шоу, это отличалось от молота Потому что на молоте было немножко так Пришел, поболел и ушел А там прямо такой концерт, можно сказать, был Теперь, 15 лет спустя Он часть баскетбольного шоу Его руками создается история Пармы Хоккейная клюшка и экипировка хранятся у родителей Как напоминание, что большой спорт начинался на льду А продолжился на паркете В хоккей Сашу привел папа А в баскетбол уже мама Раньше здесь занимался, получается, хоккеем Сейчас играю здесь в баскетбол Папа привел сюда, получается, 4 года меня Поставил на коньки Вот до 15 лет здесь занимался, получается, 11 лет Я был высоким, но где-то метр восемьдесят, наверное, когда я уже закончил с хоккеем И вот я вырос как раз, когда закончил в классе, в десятом И до первого курса Вот за два года я вырос где-то до двух Два-три, либо четыре Первый курс университета И мама встретилась с преподавателем Дмитрием Самариным И он познал Сделали так, что ребята меня позвали А не сам, а не мама Был такой, я прихожу домой радостно И маме говорю, мам, там ребята позвали баскетболом заниматься Сделал удивление Хотя все это знал, а потом позже мне рассказал, через год-полтора Что-то было все-таки USD Дмитрий помог мне попасть на сборы команды Я, по-моему, пришел в кроссовках Тогда они стоили очень дорого Игровые, я ходил Зашел в зал, думал, сейчас буду в зале тренироваться Мне такой, парень, иди, говорит, у тебя команда на улице тренируется Я просто в этих кроссовках по траве бегал Потом пришлось зубной четкой немножко чистить Скорее всего, вы не знали этого парня до прошлого года В феврале центровой заявил о себе в полный голос Финал Кубка России И первый трофей в истории нового клуба Самый ценный игрок – Александр Винник А дальше – вызов в тренировочный лагерь национальной команды Дебют в единой лиге ВТБ Я бы не назвал это профессией своей Это любимое дело, которое мне доставляет массу удовольствий Которое доставляет меня вставать, работать над собой Профессия – это когда ты бездушно пришел Сделал, что ты должен и ушел Мечты, реализовывать свои амбиции Много что можно сделать в баскетболе Может, в любом виде спорта Но я, видимо, решил через баскетбол Он начал играть в баскетбол в 17 лет Его нынешние соперники в единой лиге К этому возрасту провели в зале больше времени Чем Винник за всю карьеру сейчас И каждый матч как отдельный вызов И своя дуэль под кольцом Ну, не знаю, никого, наверное, не выделим Все хорошие уровни Наверное, Хайнс, да То, что в ЦСКА Евролига Совсем другой уровень Человек с ростом 1,95 Лучший подбирающий, лучший защищающийся Наверное, будет очень трудно с ним Проверим Центровой Пармы официально Самый высокий житель Перми Выше всех в городе Уникальный центровой в уникальной команде Парма собрана из местных парней В составе лишь один легионер Серб Данила Аджукиш И это тот самый случай, когда почти всех зрителей на трибуне Ты знаешь лично Один город, во-первых, это добавляет особого стимула Когда ты выходишь при своих друзьях, родителях Играть это совсем другое Нежели приехать в другой город и играть там не для знакомых людей Ну, тоже как бы настрой будет Но тут особенно атмосфера, когда все хотят вместе с нами Мне кажется, все 6 тысяч выйти И выиграть эту команду На этой неделе противостояние Москвы и Перми Вновь актуально Когда-то это соперничество высекало искру Горело так, что до сих пор жарко Конечно же, Парма пока не готова бросать вызов ЦСКА Но это история с продолжением Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова